Ваше Высокопреосвященство, дорогие коллеги, разговор о покаянии хочется начать с понятия совесть. Ветхий Завет как будто бы о совести ничего не говорит. Но и хотя такого слова, как совесть, в Ветхом Завете нет, все-таки понятие о совести у ветхозаветных людей, конечно, было. Впервые это угадывается в библейском рассказе о Каине и Авеле. Голос Божий тревожит Каина. «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И далее, после совершения греха. «И сказал Бог Каину, где брат твой Авель, голос крови брата твоего, вопиет ко мне от земли». Мы видим и покаяние пророка Давида, и иные образы покаяния Ветхого Завета. И тем не менее, Ветхий Завет прежде всего акцентирует внимание не на совести и покаянии, а на плате за грех, на тщательном исполнении закона. Он очень тщательно разрабатывает всю процедуру жаждоприношения за содеянные злые дела, за осквернение и прочее. Но живое движение совести прорывается через букву закона. У пророка Давидова в его 50-м псалме звучит это сокрушение духа. «Жертва Бога, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь Божий». Что говорит о том, как действует совесть в человеке. Она может человека сокрушить, она, мы еще говорим, она может человека сгрызть. Совесть может человека съедать, угрызать, не давать ему покоя, не оставлять мира в его душе. А впервые в священном покаянии слово «совесть» звучит в Новом Завете и встречается там дважды. В первый раз в 8 главе Евангелия от Иоанна, в знаменитой встрече Христа и блудницы. «И будучи обличаемы совестью, они стали уходить один за другим после слов Христа. Первый из вас, кто без греха, пусть бросит на нее камень». 8 глава, 9 стих. Это единственный раз, когда совесть встречается, употребляется в евангельских текстах, как слово «совесть». И в послании апостола Павла к римлянам Павел пишет, когда язычники, не имеющие закона по природе, законные делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их. Мы встречаем слово «совесть» в учении святых отцов. В душеполезных беседах преподобного Авы Дорофея целая глава посвящена совести. И он дает совести такое очень глубокое, емкое святоотеческое определение. Он говорит, что совесть – это естественный закон, и как искра в человеке. Он даже удивительным образом описывает совесть как физическое явление, которое имеет свет и тепло. Когда Бог сотворил человека, Он всеил в него нечто божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе подобно искре, свет и теплоту. Он – помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое. Сие называется совестью. Она есть естественный закон. Действительно, когда человек поступает по совести, ему становится тепло на сердце. Ум просвещается светом, и ему становится, в общем, понятно, как жить. Мне однажды, ну не однажды, а эту тему я очень часто поднимаю в разговоре с подростками нашей православной школы в Москве, и мы с ними часто говорим о совести, вот как раз вот в этом контексте понимания святоотеческого авадорофея. И вот как-то мы рассуждали о действии в совести в человеке, каким образом она действует, что она значит. И так или иначе, эта беседа коснулась темы свободы. Темы свободы. И мы стали говорить о том, как наши подростки, как наши дети понимают свободу, что мешает их свободе, что свободу ограничивает. Дети очень живые, доверчивые, и они не чувствовали, что будет подвох с моей стороны, и как-то так очень быстро раскрылись. И вопрос, что ограничивает вашу свободу, дети стали сразу очень как-то так живы и активно реагировать. Ну, понятно, что ограничивает свободу подростку. Давайте с вами попробуем ответить на этот вопрос. Что первое, как вам кажется, сказали дети? Родители, конечно. Что еще? Ну, возможно, если мы ваши дети, Влады, то точно так. Еще. Родители. Следующее. Школа, конечно. Дальше. Общество, конечно. Еще. Церковь, конечно, по православному подростку ограничивает свободу. Понимаете? И вот так дальше. Отсутствие денег ограничивает свободу. Законы государства ограничивают свободу. Общественный порядок ограничивает свободу. Правила поведения ограничивает свободу. Кто-то сказал, другие люди, прям как у Сартра, понимаете? Как у Сартра, ограничивают свободу. Ну, в конце концов, мы дошли до того, что совесть ограничивает свободу. Ну, и после того, как мы разобрали с нашими детьми вот это, вот все эти понятия, что ограничивает их подростковую свободу, всем же хочется быть свободным. Это сладкое слово – свобода. А я все это записываю, значит, на доске, конечно, фиксирую, пишу, пишу, пишу. А потом говорю, а теперь давайте, мои родные, составим портрет свободного человека. Как вы это для себя видите? Ну, и понятно, что за портрет получился в этот момент. Вот, какой свободный человек вдруг вылез наружу в этот самый момент, который бессовестный, который любыми способами достигает своей цели, которого не ограничивают ни законы, ни родители, ни образование, ни порядок, никаких ограничений нет. И тут я говорю, хорошо, а вы с таким дружить-то будете? Вам такие друзья нужны? Вы хотите быть такими? И тут они как-то призадумались. И вот этот самый момент как раз был очень важный, когда дети вдруг поняли, что, в общем-то, страшновато быть настолько свободным. Вот Дмитрий Александрович Пригов в Царстве у Небесной в свое время как-то написал прекрасное стихотворение про свободу. «Нам всем грозит свобода, свобода без конца, без выхода и входа, без матери отца, посередине Руси на весь короткий век, и я ее боюсь, как честный человек». И вот получается так, что именно такой образ бессовестной свободы оказывается страшным, потому что вдруг совесть оказывается вот этим вот удивительным барометром, можно сказать, можно сказать, как это у регентов такая красивая штучка железная называется, камертоном, да, камертоном свободы, потому что совесть вдруг тебя направляет к той самой свободе, к той самой высокой свободе божественной, о которой вот говорит нам преподобный Антоний Великий в том числе, когда он говорит о уме, мы говорим о метанои, да, метанои все-таки имеет корнем слово греческое ум, ноус, вот, изменение, перемена ума, перемена сознания. И вот преподобный Антоний Великий, он говорит, что умными людьми обычно люди называют друг друга неправильно. Принято считать умными тех, кто прочел много книг, которые имеют какие-то большие широкие познания, которые успешно действуют в этой жизни, которые этот ум употребляют для того, чтобы достигнуть успеха. Я цитату привожу не точно, это первый тон добротолюбия, там можно ее посмотреть, вот, но, говорит, умным человеком, говорит, считать нужно того, кто умеет различать добро и зло. И только такие люди по-настоящему могут называться умными, которые могут различать добро и зло. И вот эта вот совесть оказывается здесь удивительным, внутренним, Богом данному человеку, каждому человеку. Вот, инструментом различения добра и зла и как раз вот этим инструментом к перемене ума. Это не зря мы говорим голос Божий в человеке. Бывают, правда, ситуации, когда совесть нас не обличила, не подсказала того, что могла бы, как мы понимаем, что могло бы быть с нами задним числом. Совесть такая вещь у каждого человека, действующая по-разному. Совесть, как говорит Авадорофей, можно засыпать. Совесть, как мы знаем, можно угасить. Совесть может бездействовать в человеке. И вот, что интересно, Авадорофей тоже объясняет, каким образом это случается, почему вдруг совесть в человеке перестаёт действовать. И это тоже очень важно, один такой очень важный такой педагогический приём, который тоже может быть нами понят и принят. Он объясняет, я вернусь немножечко к тому, как я немножко убежал вперёд, я сейчас вернусь к тому, что я хотел ещё сказать. Это важно, потому что мы говорим, что совесть – это голос Божий в человеке, но слух у человека, духовный слух у человека может быть притуплён. Совесть – это не только голос Божий, это ещё и Слово Божие, обращённое человеку через Евангелие. Это действие Божие, обращённое к человеку через обстоятельства жизни. Это воля Божия, которую человек сам для себя пытается взыскать. Человек свободен этот голос слышать, может этот голос отвергать. Никогда Бог не действует помимо человека. Он действует вместе с нами, и мы действуем вместе с Ним. Человек как плод зреет, и в какой-то момент, попадая под благотворное влияние солнца и теплоты, дозревает. И тогда происходит настоящее чудо. Евангельские чудеса, описанные в Священном Писании, это всегда, когда Бог и человек встречаются вместе. Огромное количество людей этого чуда ждут и ищут, но с Ними ничего не происходит. А какие-то отдельные люди при встрече с Богом получают это чудо, потому что они тоже его делают, дорастают до него и приносят как свой плод. Человек – существо достаточно искажённое. Если бы не было грехопадения, то заповеди человеку не были бы нужны, было бы достаточно одной совести. Заповеди оказались необходимыми человечеству, потому что голос Божий стал плохо слышен. Вот посмотрите на ветхозаветных праведников и всё остальное человечество. Бог обращается к Аврааму, это всегда удивляет. «Авраам, Авраам!» – говорит Господь. «Вот я, Господи!» – откликается Авраам. Это очень красивая сцена библейская, когда Бог и человек слышат друг друга. Но вот что интересно, удивляет, что Авраам слышит Бога, но гораздо более удивляет другое. Бога на всей земле слышит только Авраам. Бог обращает свой голос к человечеству, но голос Божий слышит только единственный человек по-настоящему – Авраам. И Авраам ни с чем никогда этот голос уже не перепутал бы. Ещё надо понимать, что совесть – это такая категория, которая существует не только у верующих в Бога людей. Это касается каждого человека, и верующего, и неверующего. И бывает, что голос совести в человеке далёком от церкви может звучать очень громко, может быть для него предельно ясным, и он может несгибаемо идти, слушая этот голос совести, оставаясь верным себе, верным своим принципам и своей чести. И тем не менее, вот как раз то, о чём я хотел сказать. Преподобный Авраам говорит, что очень легко отказаться от совести. И происходит этот отказ не в каких-то жутких и тяжёлых обстоятельствах жизни. Это не тогда, когда человек стоит перед сложнейшим выбором как ему поступать, когда надо решать, пойти ли ему на компромисс ради того, чтобы избежать каких-то колоссальных трагедий, которые могут случиться с ним или его ближними. Отнюдь не здесь происходит граница, где совесть ослабевает и перестаёт действовать в человеке. Это происходит каждый день, когда человек по мелочам, по ерунде, начинает от своей совести отступать. Вот что пишет Авва Дорофей по этому. «Подщимся, братья, хранить совесть нашу, пока мы ещё находимся в мире. Не допустим, чтобы она обличала нас в каком-либо деле, не будем попирать её отнюдь ни в чём, хотя бы и самое малое». Знаете, что от пренебрежения сего малого, в сущности, мы переходим к пренебрежению великого. Ибо если кто начнёт говорить, что за важность, если я скажу это слово, что за важность, если я съем эту безделицу или я посмотрю на эту вещь, и от того, что за важность в том, что за важность в этом, человек впадает в худой навык, начинает пренебрегать великим и важным, попирать свою совесть, а таким образом, закостеневая во зле, находится в опасности прийти в совершенное бесчувствие. Поэтому, братья, берегитесь пренебрегать малым, презрать его, как малое и ничтожное. Оно не малое, ибо через него образуется худой навык. Будем же внимать себе и заботиться о лёгком, пока оно легко, чтобы оно не стало тяжёлым, ибо и добродетели, и грехи начинаются от малого и переходят к великому добру. И здесь я тоже вспоминаю свой разговор с подростками. Спрашиваю. Скажите, ребята, кто из вас хочет в жизни найти настоящую дружбу? Такой банальный вопрос. Ну, конечно, все понимают. Говорю, а кто хочет встретить в своей жизни настоящую любовь на всю жизнь? Все, конечно же. А хорошую работу с большой перспективой, интересную, творческую, кто хотел бы иметь? Говорю, да вот все хотели бы. Я говорю, ничего не получится. Ничего у вас не получится. Как это не получится? Почему не получится? Я говорю, да вот поэтому, говорю, не получится. Потому что смотрите, как мы живём, каким образом мы с вами ко всему относимся. А подумаешь, а подумаешь, а подумаешь, каждый раз мы видим, ну, подумаешь, если нельзя, но очень хочется, то можно. Помним мы из советского прошлого такую замечательную привычку. Потому что Бог посылает, в принципе, каждому из нас и настоящую дружбу, и настоящую любовь, и хорошую творческую работу. В общем, да. Просто мы не умеем это сохранить, мы не умеем к этому правильно отнестись. Потому что в этом во всём мы бываем очень легкомысленны и в этом малом не верны. Ну, как часто бывает в жизни молодого человека. У него есть друзья, у него есть замечательные товарищи. Кто-то просит, слушай, ты не мог бы мне в этот день помочь? Да, говорит, конечно. Давай, говорит, приходи. Не приходит. А почему? Ой, слушай, забыл. В следующий раз приходи. Ой, ты знаешь, прости, пообещал, но забыл, пообещал, но не сделал. Пошёл на другой. Ну, подумаешь, ну, подумаешь, ну, подумаешь, бах, и кончилось дружно. Так браки разрушаются. Большинство браков разрушаются из-за ерунды, без особой причины. Просто из-за того, что каждому друг на друга стало чуть-чуть, немножечко наплевать. А преодолеть себя простым оказался недосуг. Да подумаешь, да подумаешь, да подумаешь. Ну, подумаешь, что-то недоделал на работе. Ну, подумаешь, немножечко опоздал. Ну, подумаешь, еще что-то немножечко. Баст, и работы уже нет. И вот так вот живут наши сограждане в своём большинстве очень часто, жалуясь на жизнь, на судьбу, и не обращая внимания вот на это малое, с которого начинается многое, которое, собственно говоря, и является действующим в нашей совести. Вот эта верность в малом, хранение совести, когда оно ещё легко. Может показаться, что невозможно постоянно выверять все свои поступки этим камертоном внутренней совести. Не раз в день, а постоянно. На самом деле возможно. Мы же не беспамятны создания, и совсем, что совсем не отвечают за свои слова. Поступки и мысли, как поётся в песне, если мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. Господь говорит, что за каждое праздное слово мы дадим ответ на страшном суде. Голос Божий, голос совести, беспощаден. Он ищет нашего спасения. Он зовёт вернуться к себе. Он не даёт нам покоя. Он, как пепел Клауса, стучит в наше сердце. Это тот голос, который всё-таки вызвал блудного сына из далёкой страны от свиных плошек. Он грыз и грыз, пока тот не встал и не пошёл бы я в себя в грудь, говоря, «Отче согрешил я на небо и перед тобою». Совесть – главный проводник человека к покаянию. К покаянию не просто как призванию, признанию своей вины или бессилия, но к покаянию как изменение себя, как мы привыкли говорить, употребляя вот это греческое слово метаноя – изменение ума. Мы привыкли думать, что метаноя и покаяние, метаноя и исповедь – это одно и то же. Поэтому мы приходим на исповедь, приносим списки грехов, и думаем о покаянии, о метанои. Мы давно превратили нашу исповедь в такое поточное производство и заставляем в нём участвовать и наших маленьких детей, которые с 7 лет встают в очереди, в эти очереди со своими бумажками и потом с трудом начинают понимать, что же такое покаяние, в чём его смысл. А таинство исповеди и покаяния связаны друг с другом совсем иным образом. Современная практика исповеди приучает человека к тому, что он должен заметить за собой какие-то грехи, какие-то внешние вещи и исповедовать их в определённой последовательности. А таких грехов много. Человек выходит из дома, ему в голову приходят разные мысли, он встречается с разными людьми, ему кто-то на ногу наступает, он начинает сердиться, ему не нравится пробка на дороге, он приходит на работу, кто-то про кого-то что-то сказал, начальников осудили, потом он пришёл домой голодный и усталый, съел сосиску в среду, правила не прочитал, а потом пришёл на исповедь и всё это священнику рассказал. И у него полное ощущение, что он был на таинстве покаяния, что это и есть покаяние, что это и есть исповедь настоящая. Многие так думают. Действительно, то, что человек совершил за день, подходит под нарушение многих заповедей. Тут он не смирился, тут поленился, тут оскоромился, осудил, возгордился. И бедный человек постоянно находится под судом, всегда виноват, ему всегда есть что сказать на исповеди, но он никогда не заглядывает внутрь себя, он вообще не знает, кто он такой. Ему совершенно не важно, ведь так много очевидных грехов, что можно каждый день приходить на исповедь и говорить, говорить и говорить. И священник будет тебя накрывать и Петрахилию и допускать до причастия. И у очень многих такое ощущение, что они исповедуются. Но это не исповедь. Исповедь – это уже результат покаяния. Это результат очень серьезного созревания человека до самого себя. Это очень непростой процесс, очень сложное дело. Даже раскаяние в плохом поступке само по себе может ничего не значить. Вот Иуда раскаялся. Это написано в Евангелии. Он пришел к священникам и исповедовал свой грех. «Предал я кровь неповинную», сказал он. Но это раскаяние никоим образом не стало его перерождением. Он не перестал быть Иудой. Он пошел и в отчаянии удавился. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, предали Христа. Все бежали. Они, конечно, поступили не так жестко, как Иуда, но поступили очень плохо. И каждый из них выпрошал на тайной вечере. Не я ли, Господи? Потому что страх, трусость и предательство, скорее всего, могло сидеть в каждом из них. И каждый был неуверен в себе в своей твердости и вере. И Петр отрекся. Я не знаю этого человека. Но как же потом поменялась их жизнь? Как они все стали другими? И слово Петра, когда Христос спросил, а ты любишь или ты меня? Вот настоящий плод покаяния. Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. И больше он не говорит ничего. Не приходит Петр, не предъявляет Христу список своих грехов. Никто об апостолов об этом не думает. Важно понимание, кто ты перед Христом. Как дорог тебе Христос. Насколько ты в Нем нуждаешься. Насколько ты без Него жить не можешь. И когда человек понимает, что в его жизни всего столько мешает жить со Христом, не дает ему возможности насладиться радостью Богообщения, потому что у него слишком много других радостей, которые уже опостылили, тогда что-то серьезное может произойти. Но это не произойдет, пока сам человек не поймет, кто он такой на самом деле. И это очень важно, потому что если человек не заглядывает внутрь себя, если человек вообще не понимает, кто он, можно всю жизнь проходить на исповедь и оставаться одним и тем же. Если ты не строишь отношения с Богом, а зациклен на самом себе, и это интересует тебя больше всего, то исповедь это только инструмент быть ни в чем не виноватым. Но здесь может и не быть покаянием. Обычно в исповеди перечисляются поступки, а иногда человек говорит о себе. Это разные вещи. когда человек говорит «я осудил» или когда он говорит «я нехороший человек». Можно исповедовать свои внешние поступки, так поступают все, и стряхнул себя с грязь и снова стал хорошим. Но это внешнее. А когда человек видит себя изнутри, то он говорит о себе. Он плачет о том, каков он, и ему от этого плохо. Его тошнит в каком-то смысле от самого себя. и в этот момент Господь к нему приходит. Бог видит нас насквозь. Он пронзает нас своим взором и голосом совести тоже пронзает. И человеку очень важно не испугаться, дойти до самого о себе и узнать, что тебя все равно такого любит Бог. Потому что Бог любит тебя настоящим. Но людям не очень нравится быть самим собой. Человек очень болезненно воспринимает себя таким, каков он есть на самом деле. Когда человек оказывается наедине с самим собой, он начинает смотреть в себя, то он не может не ужаснуться, как в стихотворении Ходосевича. Разве мама любила такого? Ты понимаешь, что если тебя люди увидят таким, каким ты есть на самом деле, если они прочтут все твои мысли, если они заглянут в твое сердце и увидят все твои желания, они могут в ужасе отойти от тебя с презрением. Ах, вот ты какой на самом деле. Ведь каждый из нас все время на себя одевает чужую одежду, старается быть в глазах других людей кем-то, кем он не является. Каждому из нас очень важно не показать себя настоящим, в том числе и перед самим собой. Интересно, что все Евангелие пронизано таким рефреном «Я пришел ради грешников, а не ради праведников». Христос среди блудников, среди мытарей, среди абсолютно отверженных в глазах всех остальных людей. А праведники почему-то ему не интересны, потому что эти праведники, фарисеи, не настоящие. эти праведники типа нас с вами, праведники постольку поскольку. Нам удобно быть праведниками, нам удобно и комфортно быть хорошими людьми. Но в какой-то момент оказывается, что такая праведность сложная и Богу не нужна. Ему гораздо важнее, чтобы мы увидели себя настоящими грешниками, потому что из настоящего грешника может получиться настоящий праведник, а из ненастоящего праведника может не получится ничего. Но бывает, что, стараясь анализировать себя и не лгать самому себе, мы впадаем в противоположную крайность и начинаем видеть те грехи, которых в нас может и не быть. Человеку кажется, что он должен заставить себя видеть себя грешником и часто живет под таким странным удовольствием чувства вины, и сам в себе это чувство вины нагнетает. Если я грешник, то самый большой грешник. Если я согрешил, то греху моему нет прощения. Ах, такой я негодный, ах, такой я плохой. Но в этом нет ничего настоящего. Когда я говорю, что человек должен увидеть себя настоящим, это не значит, что он должен увидеть себя червяком. Это всегда будет ложь о себе самом, потому что Бог не такими видит нас. Он нас не презирает, он нас любит. Человек должен увидеть себя человеком именно человеком, который отпал от Бога, но который нуждается в Боге, не может жить без Бога, беспомощным без Бога человеком. Человеку достаточно просто серьезно к себе отнестись. Ведь самая большая проблема, что мы просто не хотим признавать себя ответственными за то, что с нами происходит. Брать на себя не вино, это слово мне не нравится, а именно ответственность. А в Адрафеи называют это самоукорением. Но и это слово может иметь две коннотации, добрую и злую. Можно так себя заукорять, что от тебя ничего не останется. И в этом смысл честности перед самим и Богом. Не бойся быть самим собой, не играй чужих ролей, признай себя таким, каким ты есть, и не строй из себя ничего. Есть еще одна важная вещь. Наша исповедь сегодня, которую мы сделали, такой еженедельной практикой, которая стала будничным явлением, потеряла из-за этого свою высоту. «Приучает человека не дорожить своим прощением». Так оно легко дается, так легко получается. Ты легко оказываешься прощенным. Вроде и Евангелие об этом с легкостью говорит. Приходит блудница, омывает слезами ноги Христа. «Иди и больше не греши, прощаются тебе грехи твои». Говорит он лежащему на одре болезни. И священник. «Прощаю и разрешаю». Конечно, хорошо, потому что я же могу опять через неделю прийти на исповедь и тоже о себе рассказать. Это просто. Но прощение – это очень тяжелая вещь. Вот как об этом рассуждает Сёрен Киркегор в своей книге «Евангелие страданий». Если кто не желает понимать, что быть прощенным – это тоже бремя, пусть и легкое бремя, то он принимает прощение в суе. С прощения верующим начинается новая жизнь. Так что прощение поэтому никак не может быть забыто. Здесь детоводителям ко Христу служит уже не закон, но Христово прощение. Этот крепкий детоводитель, который смеет напоминать о том, что забыто, и все же смеет постольку, поскольку говорит, не забудь о том, что это тебе прощено. Если это не просто забыто, но забыто в прощении. Всякий раз, когда ты вспоминаешь прощение, оно забыто. Но когда ты забываешь прощение, это не забыто, и тогда ты потерял прощение. Другими словами, об этом же говорит преподобный Иоанн Лествичник. Должно внимать себе, не пристала ли наша совесть обличать нас, не ради чистоты нашей, но как бы утомившись. Признак разрешения от грехов состоит в том, что человек всегда себя почитает должником перед Богом. Мы привыкли к тому, что изначально имеем права на прощение. Но, в общем-то, человек такого права не имеет, а самим простить. Мы же знаем, как человеку тяжело простить настоящую рану, настоящую обиду, настоящее поражение, глубокое предательство. Как человека изъедает это непрощение, как он не может прийти в себя, как он все время вспоминает, как его обидели, как он все время возвращается к той ране, которую ему нанес другой. Он и хотел бы простить, а простить не может, потому что простить непросто. Но также непросто это прощение получить. Человек, который легко получает прощение, никогда не будет им дорожить, потому что прощение – это очень тяжелый груз, который позволяет человеку обрадованно этот тяжелый груз понести и испугаться его терять. Любое настоящее покаяние начинается с прощения других. Об этом нам всегда говорит Христос, об этом нам говорит молитва Отче наш. Это говорят евангельские слова. Именно так и по-другому быть не может. Я думаю, что тот человек, который однажды сумел по-настоящему простить, никогда не забудет той радости, той свободы и той самой метанои, которая с ним произошла. Потому что на самом деле мы все время говорим о метанои, то есть об изменении ума по отношению к нашему личному покаянию. Я покаялся и стал немножечко другим. Не всегда. Но совершенно точно ты стал другим, когда ты простил сам. Вот здесь точно происходит метанои, изменение ума. Человек становится иным, преображенным, потому что, прощая, он поступает подобно Богу. Когда тебя прощают, ты находишься в положении получающего. Когда ты прощаешь, ты даешь. Спасибо. И я так понимаю, что есть несколько минут на ответы на вопросы. У нас здесь слова, которые вы сказали о исповеди, очень глубокие. И действительно часто исповедь превращается в такой отчет. Иногда даже человек, может быть, стоит и думает, ну что же сказать, и ничего не приходит в голову. И я, может быть, с другого конца говорю, то есть когда из себя приходится, может быть, исповедь выдавливать, а не чувствовать метаноию, покаяние. То есть что вы советуете для человека, который действительно хочет испытать таинство покаяния? То есть есть ли у вас, как у духовника, у человека с опытом исповеди, вот такой совет нам всем, исповедующимся. Ну, то, о чем вы спросили, Ирина, действительно является очень большой проблемой для очень многих православных христиан, о которых мы так привыкли говорить, таким словом, воцерковленных. И связано это с тем, что в свое время практика церкви, скажем, ефористическая была несколько иной, чем сегодня. И если вспомнить, что еще происходило 30 лет назад, то в храмах все-таки люди причащались значительно реже, по несколько раз в год, и это была такая, как бы сказать, практика благочестия, которая к нам пришла еще и с XIX века. И в связи с этим, собственно говоря, и практика покаяния тоже была другой, потому что всякий раз, когда уже человек, обычно это происходило постами, люди говели великим постом, люди великим постом исповедовались и причащались. В последние 20-30 лет практика исповеди и причастия, они стали, как сказать, несколько друг друга поджимать, что ли. Дело в том, что теперь, на крайней мере, в московских храмах, я думаю, что и уже это везде, очень многие христиане стремятся причащаться еженедельно, ежевоскресно, ну или, может быть, не с такой частотой, но, тем не менее, достаточно часто, там, ну, несколько раз в месяц, например, да, а практика исповеди у нас осталась прежней. То есть мы привыкли к тому, что человек должен перед причастием исповедоваться. И вот эта практика, она стала достаточно сложным явлением для тех людей, которые причащаются по воскресеньям, но они не могут действительно, как вы сейчас сказали, из себя ничего выдавливать каждый раз, когда они приходят к исповеди. Дело в том, что исповедь получилась таким инструментом допуска до причастия, перестала жить своим собственным жизнью таинства, каким оно, собственно говоря, есть. Потому что до каждого покаяния человек должен дозревать. Это очень серьезный внутренний процесс. Это не может быть поставлено на поток, это не может быть сделано какой-то такой вот обязанностью человека что-то постоянно о себе говорить, потому что это не имеет, вот, по крайней мере, так, как я это понимаю, большого смысла все время перечислять одно и то же. И мы, люди, живущие в мире, все-таки живут в определенных условиях, в которых нет возможности, так сказать, быть в абсолютном послушании духовника, жить по уставам, скажем, закрытого монашеского братства, сообщества, где эти вещи по-другому выстраиваются, потому что в иной духовной парадигме. И поэтому я думаю, что здесь пришло время нам пересмотреть вот эту обязательную систему исповеди перед причастием в тех приходах, где настоятель хорошо знает своих прихожан поименно, знает их духовную жизнь, знает их, в том числе, проблемы. Вполне возможно допустить то, как это происходит в приходе, в котором я являюсь настоятель, когда многие из моих прихожан исповедуются реже, чем причащаются. Реже, чем причащаются. Есть такие прихожане, которые нуждаются в еженедельной исповеди. Слава Богу, у них с этим как-то все хорошо, им это необходимо. А есть те, в которых исповедь становится препятствием к причащению, они не могут из себя ничего выжимать, и тогда они просто подходят под благословение священника и причащаются, а исповедуются, может быть, раз в месяц, может быть, чуть почаще или чуть пореже. Но так примерно в той же самой практике, как исповедуется само священство. Само священство, когда мы приходим на исповедь к нашим духовникам в тот момент, когда мы к этой исповеди дозрели, когда мы действительно всерьез говорим о себе и духовно как-то вот эти проблемы с нашими духовниками решаем. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Что Вы посоветовали человеку, которого серьезно обидели, и он понимает, что должен прощать, старается, но что-то внутри не отпускает не отпускает до полного прощения? Что Вы посоветовали? Ну, мне кажется, что у всех священников есть вот этот опыт совета, прежде всего, молиться за этого человека, потому что первый шаг, через который человек может научиться прощать, это шаг, когда человек должен включить этого человека, это имя в свою молитву. Это первый очень сложный шаг, потому что так бывает, что вот внутри человека стоит какая-то стена, но не дает ему, возможно, даже это имя иногда произнести. И вот первый шаг, первый труд, который человек должен сделать над собой, это всегда начать постоянно, с усилием, с усердием за этого человека молиться. Я Вам расскажу историю, которая из моей жизни. Мне пришлось близко общаться с родителями детей, которые погибли в теракте Норд-Ост, которые были там захвачены террористами, которые погибли. Я этих детей отпевал, а потом с их родителями довольно долгий период я находился в близком контакте, потому что я понимал, что их нельзя просто оставлять, они ужасно нуждались в том, чтобы был с ним кто-то рядом. При том, что эти родители ну совсем в тот период были далекие от церкви, далекие от веры и люди, и тем не менее вопрос прощения, вопрос ненависти вот к этим людям, которым они испытывали такую жгучую ненависть, им не давал покоя. Они не понимали, как с этой жгучей болью и с этой ненавистью им просто жить дальше. Это не давало возможности в этой ненависти дальше жить. И они понимали, что им что-то надо делать. А простить такое, ну кто же может такое простить? И посоветовать им вот так просто, знаете, вы должны их простить. Я просто, у меня язык не поворачивался, такого просто, но они бы не поняли это никогда, ни в какой момент. Я не имел права на такие слова. Тем не менее, разговор все время об этом заходил. И тогда я сказал, а вы бы хотели, чтобы вот эти люди, которые принесли вам столько горя, до конца вот поняли, что они натворили, чтобы вот то, что вы сейчас чувствуете, они почувствовали, чтобы их вот это вот пронзило вот этот вот ужас от того, что они совершили. Хотелось бы вам, чтобы они это поняли. Ну то есть, если бы они это поняли, эти люди, тогда бы у них был путь к покаянию. Они говорят, я бы очень хотел, говорит отец, чтобы они это поняли. Я говорю, так вот вы давайте будем вместе молиться о том, чтобы эти люди это поняли. потому что, если эти люди это поймут, они уже будут совсем другими людьми, и тогда их можно будет простить. Потому что, пока человек такой, его нельзя простить. Там нечего прощать, там некого прощать. Невозможно. И поэтому путь молитв, он лежит еще вот в этой области. Молиться именно о том, чтобы тот, кто нанес тебе такую боль, он почувствовал, какую боль он тебе нанес, чтобы он это понял. И когда вот этот период молитвы такой проходит, что-то потом с человеком становится, что-то потом в нем меняется. Потом он потихоньку начинает идти вот по этой очень-очень сложной лестнице. Вот. Поднимаясь вверх вот к этой точке, высочайшей точке прощения. Но вот без этой молитвы ничего не может получиться. Алексей, я вижу, что есть еще вопросы, но мы должны, наверное, эти вопросы... Можно я скажу просто одно слово? Мне кажется, это важно. По поводу исповеди я хотел сказать два слова про детскую исповедь. И это вот что я хотел сказать. В семь лет родители по практике нашей церкви стараются детей наших на исповедь приводить. И дальше дети вот входят в такую злую, дурную игру, когда они тоже уже как взрослые должны подходить на исповедь и что-то священнику говорить. И вот здесь у очень многих родителей и у очень многих священников нет одного важного понимания. Дети исповедуют не грехи, а дети исповедуют свои плохие поступки. Это разные вещи. Плохой поступок ребенка и плохое поведение ребенка это не грех, это плохое поведение ребенка. А грех это совсем другое. И вот то, на что стоит обратить внимание, чтобы родители и священники понимали, что плохое поведение не надо исповедовать на исповедь. Это то, что родители должны решать своими педагогическими приемами. Потому что все дети себя плохо ведут. Нет ребенка, который себя ведет хорошо. Дети верующих родителей, дети неверующих родителей ведут себя совершенно одинаково. И исповедь это не педагогический инструмент исправления поведения ребенка. И таким быть не может. А если это останется, тогда ребенок никогда не научится смотреть внутри себя и понимать, что такое грех, что такое действительно дурной поступок. Я хотел на это обратить внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ